Индексы и акции со скидкой, похоже, именно такой подарок для фондовой Америки, несет в завершение года. Санта оказался китайской подделкой, и единственная надежда четверга топталась вокруг родного рынка труда. Аналитики Инстафорекс уже знают, произошло ли чудо. Это свежий обзор рынка США, здравствуйте. Среда принесла на Олл-стрит еще скидки. Топовые индексы США существенно снизились, отыграв худший сценарий развития торгов от наших экспертов. К звонку о закрытии БИШ промышленный Dow Jones потерял 365 пунктов или 1,1% в весе. Технологичный NASDAQ ловил дно, индекс обновил минимум года, упав на 1,35%. Что же касается индекса широкого рынка, то S&P 500 зафиксировал снижение на 1,2%, опустившись к нижней границе нашего диапазона в 3,783 пункта. Новый день на Олл-стрит начала в удушающих объятиях уныния. До открытия бирж в Соединенных Штатах индексы топтались в красной зоне, а позже решительно перешагнули в зеленую, и ближе к звонку фьючерсы прибавили от 0,2% до 0,7%. По мнению наших аналитиков, торговый четверг может принести рынку акций долгожданное облегчение, а S&P 500 может провести его в границах уровней 3780 и 3890 пунктов. Секторы энергетики и технологии в среду продолжили играть роль неприподъемного пресса на рынке акций. Основные индексы Олл-стрит завершили торги падением, при этом NASDAQ закрылся на отметке 10 213 пунктов, что является самым низким показателем с момента начала медвежьего рынка в ноябре 2021 года. В последний раз NASDAQ закрывался ниже только в июле 2020. Все 11 отраслевых индексов S&P 500 также упали в среду. Акции энергетических компаний потеряли больше всего 2,2%, так как опасения по поводу спроса в Китае повлияли на цены на нефть. Нынешнее сочетание роста числа случаев с открытием ограничений в Китае беспокоит инвесторов тем, что последствия будут распространяться на многие различные отрасли и сектора, как это было в более ранний период пандемии. В то время как недавние данные, указывающие на ослабление инфляционного давления, укрепили надежды на меньшее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой, ограниченный рынок труда и устойчивая американская экономика вызвали опасения, что ставки могут оставаться высокими гораздо дольше. Рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на февральском заседании Центрального банка США в 69% и ожидают, что ставки достигнут пика на уровне 4,94% в первой половине следующего года. Акции Tesla выросли на 3,3% в ходе неустойчивой торговли на следующий день после достижения самого низкого уровня более чем за два года. Акции упали почти на 69% за весь год. Оценные бумаги Southwest Airlines упали на 5,2% за день после того, как авиакомпания подверглась критике со стороны правительства США за отмену тысяч рейсов. Apple, Alphabet и Amazon упали на 1,5% и падение было до 3,1%. S&P 500 снизился на 20% с начала года, ожидая самых больших годовых потерь со времен финансового кризиса 2008 года. Торговый четверг на предрыночных торгах сулил индексом восстановления. Инвесторы начали выкупать активы со скидкой, и сектор технологий воспрял больше других. Рыночные же топы переметнулись в зеленую зону. Так Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta и Tesla единодушно росли темпом от 0,2% до 4,9%. При этом рынок труда в США, к счастью, никаких сюрпризов под елочку не припас. Данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице совпали с ожежданиями рынка. Количество заявок за неделю увеличилось на 9 тысяч до 225 тысяч. Цифра совпала с прогнозом, и тот факт, что обошлось без плохих новостей, может быть воспринят рынком как хорошая новость. Кроме того, менее значимый и отслеживаемый показатель, общее число лиц, получающих пособие по безработице, продемонстрировало резкий рост и превзошел ожидания рынка на 24 тысячи, поднявшись до 1,710,000. Данные, хотя и указывают на довольно сильный рынок труда, могут способствовать краткосрочному восстановлению аппетита к риску. Все зависит от уровня оптимизма и того, с каким багажом активов трейдеры готовы нырнуть в мутные воды перспектив 2023 года. Внутридневное воодушевление рынка акций с растерянностью воспринял индекс доллара. Котировка USDX, которая среда протестировала верхнюю границу диапазона в высоту 104,5 пункта, в четверг провела снова двигаясь к значению 104,10. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки очерчен в границах значений 103,70 и 104,30. Доллар несколько снизился в четверг после того, как доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла накануне. Неопределенность в отношении глобальных экономических перспектив наряду с растущими опасениями по поводу рецессии в США привели к тому, что доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями процентных ставок, упала. После того, как Китай отменил правила карантина для прибывающих путешественников с 8 января, такие страны, как Соединенные Штаты, Япония и Индия заявили, что им потребуются тесты на COVID-19 для путешественников из Китая. И эта новость ослабила давление других валют на индекс доллара, вернув распределение сил на круги своя. В любом случае, риски зависят от угла зрения. С одной стороны, восстановление спроса и туризма хорошо для глобальной экономики, а с другой – плохо для глобальной инфляции. Плюс еще туманность перспектив. В этом бурном море ожиданий доллар в любом случае на данный момент остается флагманом, который, как и все, иногда попадает в бурю, но его сила сомнений не вызывает. Что касается канадского доллара, то для луни сегодня снова могут настать хорошие времена. Внутридневное снижение нефтяных котировок слегкой было компенсировано пессимистичными настроениями в отношении американского доллара. Так, котировка пары доллара против канадского доллара возвращала канадцу потери и снизился график на 0,2%, торгуясь вблизи уровня 1,3578. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он очерчен в границах 1,3520 – 1,3620. Цены на нефть в четверг снизились, так как всплеск случаев заболевания ковидом в Китае омрачил надежду на восстановление спроса на топливо для крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8% до 83,29$, в то время как нефть WTI упала в цене на 0,6%. В преддверии 2023 года есть шансы на восстановление цен на нефть, но это все равно будет зависеть от темпов открытия китайской экономики и от того, оценили ли участники рынка все сопутствующие риски. Из новостей рынка оператор TC Energy заявил, что работает над перезапуском части трубопровода Keystone, которая была закрыта из-за утечки в этом месяце. При этом ожидается, что в отчете, который будет опубликован вечером, трейдеры увидят снижение запасов сырой нефти в США. Криптовалютный рынок сегодня поддался всеобщему ободрению рисковых активов и тоже воспрял. Биткоин внутри дня вскарабкался выше уровня 16 600. А что касается альткоинов, то они торговались разнонаправленно. Эфир и лайткоин прибавляли от 1,2,4% соответственно. Solana и Ripple усугубили потери на 3,3% и 3,9%. Solana продолжает искать дно, а криптовалюта, поддерживаемая самым Бэнкманом Фридом, потеряла почти всю свою стоимость в этом году. Речь о практически 96% потерь. Бэнкман Фрид, который, как ожидается, на следующей неделе поддаст заявление о признании вины в связи с тем, что он обманывал инвесторов и украл миллиарды долларов из FTX, часто хвалил Solana. FTX и Alameda держали токены Solana на своих балансах, и хотя Solana не имеет прямого отношения к FTX, ее связь с криптобиржей оказала сильнейшее давление. Что касается мажора криптовалютного рынка, то биткоин, похоже, сегодня нацелен на небольшой рост. Прогноз для актива остается неизменным. Если цифровое золото укрепится ниже 16 600, то актив ждет стоимость 16 200, тогда как рост ограничен значениями в 16 800 и 17 200 долларов. Такими видят перспективы торгового дня на рынке Соединенных Штатов аналитики группы компаний ИнстаФорекс. И мы надеемся, что вы найдете торговые инструменты, тренд, который поможет вам приумножить свои доходы. Всем прибыльных торгов и до встречи на канале. Увидимся завтра!